В бейсболе есть понятие «отличная игра». Оно относится к работе питчера и отчасти касается нашего сегодняшнего гостя. Это «Вне игры». Здравствуйте. В ближайшие полчаса с нами бейсболист Вадим Балан. Вадим Балан – терраспольский бейсболист. Играет на позиции питчера. Десять лет провел в стане столичной команды «Квинт» с «Дюшор-4». В составе Приднестровского клуба получил звание четырехкратного чемпиона Молдовы. Трижды становился серебряным и бронзовым призером молдавского первенства. Славится высокой скоростью броска. В этом году его показатель достиг 97 миль в час. Выпускник трех европейских академий бейсбола. В этом году продолжил профессиональную карьеру в Соединенных Штатах. Получил место в основном составе американского клуба «Миннесота Твинс». Вадим, я рада вас снова приветствовать в нашей студии. Добрый день. За год много интересного с вами приключилось в спортивном плане. Я знаю, что вы из-за травмы едва не ушли из спорта. Скажите, пожалуйста, что произошло и что вас подтолкнуло к тому, что ваша спортивная карьера начала набирать еще большие обороты? Скажем, данная травма преследовала меня на протяжении двух с половиной лет. Будучи еще в Академии в Германии, когда у меня был шанс подписать профессиональный контракт с клубом «Бостон Ред Сокс», я не смог из-за травмы. У меня был перелом позвоночника. И из-за этого я ушел на два года. Ну, сказать по правде, для себя я сделал вывод, что это, наверное, конец. То есть я больше не буду играть в бейсбол. Травма связана была с игрой или, может быть, где-то получили ее в другом месте? Травму получил я в тренировочном процессе, к сожалению. Глупая ошибка. И так произошло. Вот интересно, вас не испугало это? Это испугало. Я проходил многочисленные обследования. Врачи сказали, что нет смысла продолжать, потому что только может стать хуже. Я смирился с этим, но что-то внутри мне не давало покоя. То есть я понимал, что нужно попробовать еще раз. То есть я попробую еще раз. Если у меня получится, то я продолжу. Если нет, я найду себя в другом. Кто вас подвиг на этот подвиг, вернуться снова в большой спорт? Кто был с вами рядом? Это случилось совершенно случайно. Периодически я приходил к тренеру увидеться с ним, пообщаться. Тренер – это Александр Моисенко, я так понимаю? Абсолютно верно. Да. Моисенко Александр Игоревич. Я приходил к нему на тренировку, мы общались, менялись информацией, обменивались информацией. И была такая тренировка, когда все ребята измеряли скорость. Скорость броска. Александр Игоревич мне предложил, не хочешь попробовать? Ну, он сказал в шутку, знаете, решил пошутить надо мной. Я сказал, ну, давайте. И когда я произвел первый бросок, скорость мяча, скорость броска была 97 миль в час. Я не мог в это поверить, никто абсолютно не мог в это поверить. И Александр Игоревич очень обрадовался. Спустя буквально пару дней он мне сказал, что он нашел клуб в Чехии, в городе Острава, куда я могу поехать и попробовать вернуться в спорт, точнее в бейсбол. А если же у меня не получилось бы, я мог остаться как тренер, тренировать чешскую команду. Собственно, с этого и началась новая история, да, ваша спортивная? С этого началась новая история. Поиграв полтора месяца за чешский клуб, мы вновь поехали с братом на просмотр в Чехию. И вновь стали одними из лучших, точнее первыми. Брат стал вторым, я стал первым. Скорость броска составила 97 миль в час. То, что говорит о том, что я улучшил свои данные на 2 мили в час. Предыдущий бросок был 95 миль. Вот интересно, какую подачу для себя считаете коронной? А для себя скажу, что коронный прямой. Прямой бросок, он самый неудобный. Скорость броска очень-очень велика. И момент реагирования очень маленький. Мы побывали накануне на вашей тренировке. Вы посмотрели на этот коронный бросок. Я предлагаю посмотреть сначала нашим телезрителям и продолжить обсуждение. В безболе существует примерно около 10 видов бросков. У питчеров, в зависимости от их категории, если это стартовый питчер, он должен иметь несколько бросков. К примеру, самые основные броски это фастбол, это сильный мяч. Слайдер, это мяч, который летит и сразу падает. Это ченджап, который мяч совсем не крутится. Это синкер, мяч, который летит с определенной скоростью, как фастбол, но в последний момент он уходит в сторону. В моем арсенале около 3-4 бросков. Но я, к сожалению, не со всеми иногда справляюсь. Но моим самым главным броском это является фастбол. Когда я бросаю его со скоростью 97 миль в час, его очень тяжело отбить. Преимущество данного броска заключается в том, что когда отбивающий находится в очень тяжелой ситуации, скажем, к примеру, у него 2 страйка, 2 бола, психологическое состояние у него неуравновешено, то есть он готов махать любые мячи, стоит только бросить данный бросок и все, он может махнуть, и ты его выводишь из игры. Во время тренировки я уделяю больше времени моим слабым сторонам, так как у меня приоритетный бросок фастбол, мне нужно развивать и улучшать другие броски. То есть примерно минут еще плюс 40-50 я работаю над другими бросками. Они очень помогают во время игры. Ну вот с таким броском цель ваша была попасть на родину бейсбола. Я понимаю, что прежде чем вы пересекли все-таки океан, много препятствий пришлось преодолеть. Вот расскажите о вашем пути к этой американской мечте. Данный путь мне дался очень тяжело. Дважды я подвал документы Соединенных Штатов Америки на обучение. К сожалению, мне дважды отказали, не пояснив причину. То есть без объяснения мне отказали везде дважды. Буквально сразу после просмотра ко мне подошли скаут, вели переговоры с четырьмя клубами. Это New York Yankees, это Cincinnati Reds, Boston Red Sox и Minnesota Twins. На протяжении месяца мы вели переговоры. А кто это мы, расскажите? У вас есть агент какой-то? Мне помогал всячески мой тренер, помогал, скажем, друг из Чехии. Его сын также играл за New York Yankees. Он очень хорошо разбирается. С третьей попытки вы все-таки отправились в Штаты. И вот самое главное, вы там подписали наконец-таки профессиональный контракт. Насколько я понимаю, это беспрецедентный такой случай и для приднестровского бейсбола, и для молдавского. Почему же так сложно туда попасть нашим бейсболистам? Большие, так сказать, требования? К сожалению, тяжело попасть из-за того, что, во-первых, у нас очень малоразвит бейсбол. Те качества, которые должны преобладать в бейсболисте, не развиты у нас здесь. Это все физические качества. Скорость, быстрота, ловкость, сила. На что они смотрят в первую очередь? Они смотрят в первую очередь на насколько ты продуктивен. Как быстро ты можешь расти, как быстро ты можешь развиваться и прогрессировать. А как они могут это определить за какие-то 2-3 просмотра? Они ведут статистику. То есть ты можешь быть приглашен на 1-2-3 просмотра, и по истечению данных просмотров они ведут статистику и смотрят, какой твой прогресс либо регресс. И после этого они уже делают выводы и выбирают игроков. Что вы им такого показали и чем очаровали американский клуб? На протяжении 4-х лет я участвовал в просмотрах. Являюсь выпускником трех бейсбольных академий. И вот на протяжении данных лет они вели статистику и увидели прогресс. Подписали на 7 долгих лет контракт с клубом Миннесота Твинс. Расскажите нам о своей новой команде. Раньше я любил другие команды, сейчас она стала моей любимой командой. Команда очень сильная. Сейчас она занимает второе место в американской лиге. То есть это очень хороший показатель. В той лиге, где я играю, я сейчас играю в лиге новичков. Конкуренция сумасшедшая. 80% игроков это ребята из Латинской Америки, из Доминиканской Республики, из Кубы. То есть они составляют основную конкуренцию. Кстати говоря, вот это понятие лига новичков. По названию вот ощущение, что наоборот какая-то слабенькая дивизия. Нет, это абсолютно неверно. Это очень сильная дивизия. Это одна из первых ступеней в бейсболе. То есть каждый игрок, который подписывает профессиональный контракт, начинает с этой лиги. Неважно, насколько хорошо ты играешь, ты обязательно должен попасть... Точнее, ты обязательно играешь в этой лиге. Ты можешь играть, к примеру, год, полтора, либо полсезона. И дальше тебя могут перевести в лигу повыше. Интересно, как там проходил процесс адаптации? Как к вам отнеслись американские бейсболисты? Как вы восприняли этот идеальный американский бейсбол, климат, новые условия, уровень? Во-первых, хочу подметить, что практически никто не мог понять, откуда я. То есть я им пытался объяснить, где находится Молдова, где находится Приднестровье, но было очень тяжело. Пока не покажешь на карте, они не поймут. Все думали, что я россиянин, но я пытался объяснить, что я не россиянин, я Приднестровец. Климат там очень хороший для тренировок, но, к сожалению, немного отличается от нашего. Там очень жарко, плюс 45-50. Это во Флориде? Это во Флориде, Форт Майерс город. Очень жарко и очень влажно. То есть ты ходишь, через 15 минут не остается сухого места на теле. Приняли очень-очень тепло, тренеры были очень довольны. То есть они были рады, что такие ребята из Европы без условий, без возможностей пробрались, добрались до Штатов. Там как относятся к бейсболу? Любят, заполняют трибуны. Я слышала, что Флорида – это такой штат для людей преклонного возраста, которые приезжают уже отдыхать. Да, большое количество пенсионеров, которые очень любят спорт, в частности бейсбол, приходят на матчи, смотрят, радуются, болеют за всех. А вам каково играть в таких условиях при полных трибунах? Вот этот шум, он не давит на вас, а наоборот, может быть, подстегивает? К сожалению, мне не удалось сыграть при заполненных трибунах, но все же чувствуется, сказывается. Есть волнение, есть эмоции, тем более, когда ты в новом составе находишься. Это очень волнительно. С июля вы получили место в основном составе. Миннесота Твинс уже успели поиграть? Да, прежде чем я успел поиграть, мне нужно было пройти определенный тренировочный процесс, чтобы тренеры увидели, насколько я готов к игре. Начал тренироваться я 25 июля в составе, но дебютная игра была 26 августа, то есть через месяц. Каждый день у меня были дополнительные тренировки по 1,5-2 часа индивидуально с тренерами, и только после этого мне доверили место в составе. Дебютная игра, хочу подметить, что это была, наверное, самая лучшая игра в моей жизни. Меня выпустили на поле закрывать последние два ининга, то есть нужно было не допустить противнику, чтобы они набрали три очка. Я справился с задачей, тренеры были очень рады. Я тоже был безумно рад, переполнен эмоциями. Выполнил свою задачу, я остался доволен. Интересно, что ваш брат также бейсболист, играет сейчас в Чехии, но старается попасть в тот же американский клуб. А что, будете конкурировать между собой за место в основном составе? До Чехии он буквально прилетел, за два дня, как он уехал в Чехию, он прилетел из очередной академии, которая проходила в городе Падерборн, Германия. После этого он получил звонок из Чехии, города Страва, куда они пригласили его на плей-офф. Сейчас разыгрывается плей-офф чешского чемпионата. После этого, точнее сейчас ведутся уже переговоры о его приобретении моим клубом. Скорее всего, он скоро тоже подпишет, я в этом не сомневаюсь. Касаемо конкуренции нет. Я не вижу, точнее конкурента, наоборот, мне будет очень приятно играть с ним, так как мы можем одновременно играть вдвоем на поле. То есть он может начать игру, я могу закончить, либо наоборот. Расскажите, пожалуйста, напоследок нам, какие задачи будете решать, я надеюсь, вместе со своим братом, вместе со своим новым клубом Миннесота Твитц? Ну, сейчас задача у меня предстоит в том, чтобы хорошо провести межсезонье. У нас сейчас закончился сезон, буквально 1 сентября. И сейчас буду открывать визу, точнее буду подавать документы на австралийскую визу, где я проведу свое межсезонье в Австралии. Что касаемо брата, он проведет межсезонье в Тирасполе и будет готовиться к новому сезону. А за что борется ваш клуб? За первое место, точнее за победу на мировой серии. Ну, мы желаем вам достичь этих успехов с новым клубом и продолжать развиваться в этой сфере. Спасибо большое за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо большое. Я напоминаю, с нами был мастер спорта, игрок американского бейсбольного клуба Minnesota Twins Вадим Балан. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего выпуска. До встречи на Первом Приднестровском. Субтитры подогнал «Симон»!